Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 10 июня состоится общегородской субботник. Как еще Сочи намерен подготовиться к Кубку Конфедерации, обсудили на планерке главы курорта. В Сочи продолжается масштабный ремонт дорог. В Лазаревском начали приводить в порядок улицу Колораж. Он – наше все. В Сочи в день рождения великого поэта устроили пушкинские чтения. В Сочи прошел первый открытый городской турнир по японскому мини-волейболу. На турнир прибыла и команда из страны восходящего солнца. О том, как выстроить диалог со всеми политическими партиями, говорили накануне губернатор Краснодарского края и лидер «Справедливая Россия». Вениамин Кондратьев с Сергеем Мироновым обсудили работу партийцев в регионе. Это более 150 муниципальных депутатов в городах и районах края. У каждой партии есть свои способы достижения целей. Но цели, я сказал бы, у всех одинаковы. То есть это благосостояние граждан, развитие экономики страны и все, что сопутствует просто нормальному процветанию, конечно, государства. Придите, должен быть человек. Человек с его проблемами, с его реальной жизнью. И нельзя людей делить на группы или на какие-то слои. Человек – это основное и самое главное богатство нашей страны и люди, как и в нашем крае. Я вам уже рассказывал и о создании Центра защиты Проградном, инициатива, которая согласована с президентом России, и, как я уже сказал, я дал поручение, чтобы ежеквартально вам на стол вложилась самая подробная справка о работе Центра защиты Проградном в Краснодаре. Вениамин Кондратьев и Сергей Миронов также говорили о грядущих выборах в законодательное собрание Краснодарского края, которые пройдут в сентябре. Студенческий городок Кубанского госуниверситета может появиться в центре Краснодара. Его строительство Вениамин Кондратьев обсудил с директором агентства по жилищному кредитованию. Вместе с Александром Плутниковым глава региона осмотрел площадку, на которой собираются разместить общежитие и дом для преподавателей. Федеральный участок долгое время был в пользовании ВУЗа. В прошлом году земли перешли в управление агентства жилищного и потечного кредитования, которое планировало там построить многоквартирный дом. Но по мнению краевых властей, более необходимо на этом месте общежитие для студентов КубГУ. В университете сегодня учатся около 27 тысяч человек. Из них почти 5 тысяч иногородние. Давайте создадим студенческий городок на этом месте. Оба участка рассмотрим, чтобы переспределить в интересах студентов. И здесь создадим хороший студенческий городок. То, что делает ИЖК сейчас, это происходит в рамках реализации приоритетного проекта. Здесь тоже это все происходит не потому, что ИЖК решила этот участок взять и изъять. Есть определенные показатели национального приоритетного проекта. По именно федеральным землям, находящимся внутри городов, под развитие жилищного строительства. Мы построить всегда успеем, поверьте. И строим. Крестовар является в тройке лидеров по сдаче жилья. Поэтому это для нас не самое главное. Жилищное строительство мы поддерживаем, оно развивается. Но там, где можно построить будущее, а в том числе путем строительства общежития, для тех, кто будущее будет делать. Коллеги, давайте все-таки здесь приоритеты расставим. Обсуждение продолжили уже на совещании. Глава региона отметил, что разделяет позицию агентства ввести в оборот федеральные земли, которые никак не используются. Многие из них сегодня фактически превратились в заброшенные пустыри. По краю достаточно много даже не участков, а земельных массивов, которые находятся в федеральной собственности. Жители, все равно в каком они находятся уровне, в муниципальном, в федеральном, в краевом. То есть они в целом говорят о том, что вовлеките в экономический оборот. Мы посмотрели несколько участков, находящихся в федеральной собственности. И если у вас есть потребность у субъекта Российской Федерации передачи этих участков вам и передачи прав от Российской Федерации к Краснодарскому краю, мы готовы эти права передавать. Это может быть передача земельных участков многодетным, строительство специального жилого фонда для проживания отдельных категорий граждан, как это могут быть общежития, университеты. То есть любые решения по любым участкам, которые вы считаете нужны для развития края. Я очень бы хотел, чтобы мы все-таки еще сильнее увеличили сотрудничество в области развития льготного ипотечного кредитования. Это очень важно сегодня для нашего региона. Мы должны сегодня сделать так, чтобы все-таки ипотека была более доступной. А для этого, конечно, нужно думать и работать над уменьшением первоначального взноса, это раз, и снижение, конечно, процентной ставки по кредитам. С агентством по жилищному ипотечному кредитованию Кубань сотрудничает уже много лет, благодаря чему тысячи кубанских семей смогли приобрести квартиры по доступным ценам. Рината Шапулина, телекомпания «ФКТ». Через камни к большим урожаям. Необычным способом в Курганинском районе начали выращивать кукурузу. Новую технологию сегодня показали Вениамину Кондратьеву. В муниципалитет глава региона прибыл с рабочим визитом на полях. Там кукуруза растет на камнях. Когда-то на этом месте был карьер по добыче галечника. Чтобы использовать эти земли как сельскохозяйственные, аграрии внедрили современные системы орошения. Виноградная лоза обычно, там каменистая почва, потому что считается, что лоза должна страдать, чтобы было хорошее качественное вино. Но чтобы кукуруза должна страдать, чтобы была хорошая сладкая кукуруза, я еще такого не слышал и не видел. Вот первый раз вижу, чтобы вот на такой почве, а это почвой не назовешь, растет кукуруза. Вокруг нашего предприятия много земель, которые не обрабатываются никем, потому что люди не могут рисковать и идти на это. Мы раньше получали урожай на здесь 25-30 центнеров. После введения этих сейлок и системы полива, вот орошения круговые машины, мы сегодня кукурузы получаем 100 центнеров с гектара. Олег, ну, хорошего хозяина, наверное, и даже камни родят, как говорится. Это уже сегодняшняя технология выращивания кукурузы, и вы их применили. Это, наверное, честь вам и хвала. Выращенный урожай не только кукурузы, но и пшеницы отправляют на местную кондитерскую фабрику. В год там производят до 20 тысяч тонн печенья, конфет и зефира. Именно такая продукция из экологически чистого сырья должна сегодня быть в приоритете на прилавках кубанских магазинов. На мостах по федеральной трассе в Сочи временно ограничат движение. Капитальный ремонт мостов через реку Восточный Дагомыс и ручей запланирован на следующий год. Но уже сейчас дорожникам необходимо провести обследование конструкции. В связи с этим с 8 по 14 июня на данных объектах могут ненадолго ограничивать движение транспорта. Каждое испытание конструкции занимает 20 минут. Всего нужно провести 6 таких процедур на мосту через Восточный Дагомыс и 12 на мосту через ручей. Работы будут проводиться поздно ночью, либо рано утром, чтобы максимально избежать неудобств для автовладельцев. Ну а какими будут железные дороги в ближайшем будущем обсудят в Сочи. Сегодня на Красной Поляне открывается 12-й международный железнодорожный бизнес-форум. Участниками мероприятия станут главы национальных железных дорог стран СНГ и Евросоюза, а также специалисты по логистике, лизингу, машиностроению, представители банковского сектора. Они обсудят тенденции международной кооперации, готовность бизнес-сообщества к формированию международных консорциумов, а также поддержку и развитие экспорта. Одной из ключевых тем форума станет проблематика развития железнодорожного транспорта. В рамках деловой программы будут затронуты вопросы тарифов, инфраструктуры, а также оснащения железных дорог самыми современными информационными технологиями. В Сочи продолжается масштабный дорожный ремонт во всех районах города. В частности, в Лазаревском дорожные службы начали приводить в порядок полотно на улице Калараш. В Лазаревском районе Сочи до конца года отремонтируют 27 улиц. Работы будут проведены в два этапа. Первый пройдет в июне, а второй уже после завершения высокого летнего сезона, чтобы не создавать напряженности на дорогах и не доставлять неудобств жителям и гостям курорта. Каждый день задействовано около 20-23 единиц техники. Ведутся одновременно работы на 4-5 объектах людей, человек, наверное, 50. При брежной зоне мы будем готовы встречать гостей в любое время. На очереди укладка нового полотна на улицах Бабушкина в Дагомесе, Туманяна, фестивальной и ряде других. Только на капитальный ремонт дорог в Сочи в текущем году будет потращено более 540 миллионов рублей. Полностью новое дорожное покрытие получат 93 улицы курорта. Еще 53 миллиона рублей выделяется из городского бюджета на ямочный ремонт и на дорожные работы по исполнению депутатских наказов. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ. В Сочи следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого двое детей накануне выпали из автомобиля. Следственным отделом по центральному району организовано проведение проверки в связи с появившимся накануне в СМИ видеороликом. На нем видно, как двое малолетних детей выпадают из автомобиля на дорогу. 39-летняя местная жительница города Сочи, управляя внедорожником «Вольво», несмотря на то, что в автомобиле находились детские удерживающие устройства, допустила перевозку своих несовершеннолетних детей в багажном отделении машины. При движении автомобиля дверь багажного отсека открылась, и дети выпали на проезжую часть. Напомню, трехлетняя девочка получила телесные повреждения и доставлена в больницу. Состояние здоровья ребенка оценивается как нормальное. Ее брат не пострадал. В рамках проверки будет дана правовая оценка действия матери. И к другим новостям. 19 июня на стадионе Фишт пройдет первый матч Кубка Конфедерации. До встречи российских гостей, а также гостей со всего мира осталось менее двух недель. Поэтому сегодня планерное совещание в администрации города прошло в расширенном составе с приглашением руководителей Совета в ТОС. Все подробности у Елены Овсециной. Сочи не первый раз встречает гостей, в том числе и с рубежа. И, конечно, не ударить лицо в грязь – главная задача принимающей стороны. Глава города, всегда призывающий людей к чистоте, в очередной раз просит горожан оглянуться по сторонам. 10 июня объявлен общегородским субботником, ответственным назначен Мудин Чермит, заместитель главы города. Все управляющие компании должны стать организаторами субботней уборки, в том числе и члены Совета в ТОС. Поэтому просьба четких порядок проведения субботников должен быть у каждой управляющей компании и у каждого ТОСа. Это нужно сделать завтра до конца дня, для того, чтобы мы могли иметь деньги в резерве, для того, чтобы отреагировать на эту ситуацию, подготовить, заказать и так далее. Я имею в виду и технику, и строительный материал. Надо подводить итоги, как управляющие компании отнеслись к этой работе, как председатели ТОС к этой работе отнеслись и какой результат. Если мы этого не делаем, то одно и то же, как я уже сегодня с чего и начал, что одни и те же приходят, одни и те же стараются, делают, а другие вообще к этому делу считают, что это не их дело. Но если не их дело, то результата не будет. Глава города призвал сочинцев убраться исключительно в своих дворах. В субботу обещают хорошую погоду, в отличие от сегодняшней ночи. Под утро ожидается гроза, кратковременный, но очень сильный, местами залповый дождь. В администрации объявили режим чрезвычайной ситуации на случай, если будет резкий подъем уровней рек. Организована круглосуточная работа штаба. Все городские службы, спасатели, пожарные, полиции переведены на усиленный режим работы. Особое внимание уделено руслам рек. Управляющим компаниям дано задание сегодня прочистить ливневки. Также оценить их пропускную способность на федеральных и краевых автострадах. Особенно на Готове должны быть те, которые в подтопляемых территориях, возможны смерчи в таких условиях. В общем, принять все меры, они нам известны. Что касается глав районов, то на КЧС проведете, определитесь с предполагаемым переселением, если оно понадобится, эвакуацией. Готовцы мне уточнить списки, те, кто маломобильные группы, стояки, одинокий и так далее. Во-первых, уточнить, а во-вторых, знать, кто все-таки окажет им помощь. По возможности, сочинцев просят не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями. Следует воздержаться от выходов в горы. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010. Но не погода пошумит, а летний сезон уже стартовал. Вновь на планерке говорили о пляжных территориях. О том, что и с некоторыми арендаторами пришлось в срочном порядке расторгнуть договор, и вот новые спешат благоустроить пляжи. Не везде еще достаточно уютно, только к субботе придет пляжное оборудование, но в управлении курортного дела и туризма, отмечая до массового заезда курортников, сочинские пляжи будут выглядеть идеально. Также глава города напомнил Тососамс, что все пляжные территории муниципальные, за исключением пляжей в ведомственных санаториев. Поэтому доступ людей везде должен быть свободным. Напомнил также глава города о том, что сами люди теперь уже должны беспокоиться о чистоте моря, отдавать информацию о тех объектах, которые не подключены к городской канализации, о тех жителях-нарушителях, которые игнорируют закон и сбрасывают сточные воды в ливневке. Я к чему призываю, что времена сейчас наступили просто-напросто достаточно сложные. Все кажется, представьте, в запахе, какой мы подвергнемся критике. Извините, мы вкладываем огромные деньги в то же ЛАО, восстанавливаем набережную, восстановили огромные деньги, вложили, и вдруг жители опять. Для них же это все. На курорте проведена большая работа по канализованию. Остались сточечные объекты. Пока еще вызывают беспокойство городских властей места выхода рек в море, например, у рек Сочи, Грещанин, Калао. Там будут регулярно проводиться заборы проб воды. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В ночь со вторника на среду воды не будет в части Центрального и Хостинского районов Сочи. Причина – ремонт магистрального водовода на улице Альпийской. На период проведения работ, то есть с 10 вечера вторника до 7 утра среды, без холодного водоснабжения останутся указанные дома на улицах Альпийская, Пионерская, Мичурина, Докучаева. Возможно, пониженное давление на верхних этажах в завокзальном районе – это улицы Альпийская, Догомысская, Туапсинская и в селе Соболевка. Имена известных сочинцев увековечат в Книге почета города. Это своеобразный вид поощрения за особые заслуги и выдающийся вклад в развитие курорта. Сейчас идет прием заявок. Сбор документов продлится до 1 июля. Тех, чьи имена попадут на страницы книги, выберет специальная комиссия из числа общественных деятелей, почетных граждан города, работников архивов и музеев. Сочинцы могут предложить своих претендентов. Это могут быть как отдельные деятели, так и организации. Для этого необходимо направить письмо ходатайства на имя главы города, а также подготовить ряд документов. Перечень размещен на сайте администрации. Все, чьи имена окажутся на страницах книги, получат памятный знак и специальное свидетельство. Торжественное награждение состоится накануне Дня города. Для получения консультаций по вопросам оформления документов можно обратиться в Департамент муниципальной службы и кадровой политики администрации города. В Сочи завершилась IT-планета. На финал юбилейной Олимпиады приехали более 300 выдающихся молодых специалистов в сфере информационных технологий из 150 городов. Перед приездом в Сочи они в ходе отборочных испытаний показали лучшие результаты среди 17 тысяч участников. В числе финалистов студенты и выпускники колледжей и вузов России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении. Главная задача Олимпиады IT-планета – это сближение бизнес-структур и образовательных институтов России и стран СНГ с целью повышения качества образования и помощи в трудоустройстве молодых специалистов. Участие в Олимпиаде для многих победителей дало возможность пройти практику в ведущих компаниях или трудоустроиться, пообщаться со специалистами, быть включенными в базу данных перспективных и талантливых IT-специалистов. В Сочи участники Олимпиады показали свое мастерство и уровень подготовки в 15 конкурсах, в 7 номинациях, в том числе автоматизированные информационные системы, базы данных, программирование, телеком и мобильные платформы. Всего награды получили 50 человек. Участники юбилейной Олимпиады уже готовятся подавать заявки на новый тур соревнований. Отбор стартует уже в сентябре. Организаторы намерены расширить географию проекта и привлечь к участию в следующей Олимпиаде студентов из стран БРИКС, сообщает Оргкомитет. Спасатели Лаосского подразделения побывали в гостях у юных сочинцев, воспитанников детсада номер 126. Детям рассказали о работе спасателей МЧС и показали мультфильмы о действиях при возникновении пожара, правилах безопасного поведения на природе и во время купания на море. Потом малышам продемонстрировали оборудование – бензопилы, бензорез, гидравлические инструменты. А кинолог со своим питомцем, лабрадором по кличке Алиса, показали детям навыки ловкости и послушания, которыми отлично владеет четвероногий спасатель. Сочинцы устроили пушкинские чтения в честь дня рождения великого поэта. 6 июня исполняется 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича. А еще сегодня день русского языка. По традиции, почитатели творчества русского писателя собрались в городской библиотеке имени Пушкина. Расскажет Инга Габешия. «Большая пушкинская семья» – так себя называют участники открытых пушкинских чтений. В этот день они собираются у библиотеки имени любимого поэта уже четвертый год подряд. Звучит здесь и любовная лирика, и патриотические строки. Прививаем любовь к красивому русскому слову, пропагандируем творчество любимого в Сочи поэта. В прошлом году мы читали пять часов подряд. Подходили-подходили сочинцы, гости города, вспоминали стихи. Это так объединяет. И действительно здесь тогда преобладает русский дух. В день рождения Пушкина члены поэтического клуба Сочи не просто читают стихи писателя, но и делятся своими новыми произведениями. Я слепой, я не могу читать, писать, но я слагаю стихи и запоминаю его поэзию, читают и поют. Она в нас вдохновение вселяет, она дает нам радость и уют, духовно души нам обогащает. А кого-то на написание стихотворения вдохновил именно 218-й день рождения Пушкина. Утром в 6 утра я написал такие строчки «И день рождения праздник для народа, в день гибели здесь траур над страной, цветы и вечно наши даты года, душой и сердцем мы всегда с тобой». О Пушкине говорят. Его литературное творчество сопровождает на протяжении всей жизни. С его сказками начинают знакомиться, еще не научившись читать, а в повседневной жизни поэта любят цитировать. Мороз и солнце, день чудесный, унылая пора, чья очарование, я к вам пишу, чего же более. В Сочи Пушкина читает и стар, и млад, только варианты у каждого свои. У лука моря дуб зеленый, золотая цепь на нем, и ходит в нем по цепи вроде кот зеленый. У лука моря дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. «Такие стихи – это неповторимые, такие эмоции. Очень люблю Пушкина». Что же касается Дня русского языка, то отмечать его в день рождения Пушкина решили в Организации Объединенных Наций. А все потому, что Пушкин – любимый русский писатель, которого к тому же называют основоположником современного русского литературного языка. И владеют им 250 миллионов жителей планеты. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». После трехнедельной профилактики сегодня возобновляют свою работу фонтан «Чаша Олимпийского огня». После замены множества светильников подсветка фонтана стала более красочной. Во время профилактических работ были заменены стекла больших фонарей. Кроме визуального изменения цветового решения, были полностью заменены кварцевый песок на фильтрах воды, восстановлены неработающие стравоскопы и крепления гиперпушек, произведена синхронизация системы автоматического контроля. Изменено и время работы фонтана. Теперь шоу начинается в 20.30 и длится ровно один час. Во время Олимпиады продолжительность музыкальной программы составляла 12 минут. Сейчас она может продолжаться в течение четырех часов. В Сочи прошел открытый городской турнир по японскому мини-волейболу. Соревнования по такому экзотичному для курорта виду спорта прошли впервые, но собрали солидное количество команд из разных регионов России, даже команду из Японии. Чем отличается мини-волейбол от классического и как проходят соревнования в Сочи, расскажем в нашем следующем сюжете. Какие только виды спорта, Сочи не принимал. Но вот турнир по японскому мини-волейболу впервые. На открытый городской турнир приехало около 200 участников. Это команда из Красноярска, Сахалина, Москвы, Бурятии, Казахстана, Владимира и родоначальницы этого вида спорта страны восходящего солнца. Кстати, президент всей японской ассоциации по мини-волейболу Хидитоси Кодзима приехал в Сочи лично. Говорит, наши страны этот вид спорта должен обязательно сблизить. Поэтому даже футболку одел с флагами двух государств. В Японии мини-волейболом занимаются более 100 тысяч человек. Секрет популярности в его простоте. Люди выходят на площадку и просто наслаждаются игрой. В Россию мини-волейбол мы привезли в 2002 году. И вот сегодня приехали в Сочи, чтобы и здесь его развивать. Мини-волейбол очень похож на классический, но есть и существенные отличия. Низкая сетка, небольшое поле, меньшее число игроков на нем. И самое главное – очень легкий мяч, всего 50 граммов. Такой нетрудно подавать и отбивать. А значит, этот вид нетравмоопасен и играть в него могут спортсмены любого возраста. Кстати, первыми в нашей стране это поняли на Сахалине. Там уже давно проводят турниры по мини-волейболу. Даже несмотря на отсутствие поддержки, команды стараются выезжать на состязания. Так велико желание играть. Спонсоров у нас нет, поэтому мы сами организовались, мы сами заказали форму. Все это организовали, взяли свои отпуска, кто-то в счет отпуска, дорожные и собрались и приехали. Сочи тоже старается не отставать. Город выставил сразу 30 разновозрастных команд. Много сборных приехало и из края. На Сахалине уже играют, проводят спартакиады в детских садах. И у нас в Краснодарском крае, вот есть тоже станица Павловская, в станице Павловской есть Жуков Александр. Он уже развивает там тоже в детских садах этот японский мини-волейбол. Так что мы в Сочи, в общем-то, скажем, развиваем одновременно. И в Краснодарском крае он тоже уже начал свое развитие. Мини-волейбол называют фитнесом с мячом. Пользы от такой физической активности очень много. Организаторы уверены, в Сочи с его волейбольными традициями в городе, который воспитал двух олимпийских чемпионов, мини-волейбол обязательно приживется. И уже в следующем году турнир соберет еще больше участников со всей страны. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы «Стоматология Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм – оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok